Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Узмен. Сегодня у нас вторник, неплохое такое начало рабочей недели, начиная со второго дня недели. Это прям вообще хорошо. День начался с монтажа, я смонтировал два ролика. Второй еще не до самого конца, просто сейчас пришло время встречи с Никитосом, с которым мы порепетируем наши акустические сеты. Так что я вот только что распечатывал. Это примерный сет, то есть не факт, что вот это все будет. Конечно, 10 песен вряд ли я буду играть. Вот, но... Кашель. Но, скорее всего, большую часть песен 7 отсюда я сыграю. Какие еще, пока не решил. Сейчас как раз сделаем прогон такой репетиционный. И посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас возьму телефон, гитару и пошел. Фууу, ну что, друзья, свой трек-лист, свою гитару внесу обратно. Мы порепетировали, я послушал, что наиграл Никито, на репетировал. В принципе, у него очень-очень хороший трек-лист получается, очень клевый сет. Драйвуль, задорный. Я же свои тексты, как всегда, ничего не помню. Но буду стараться сейчас. У меня есть еще завтрашний день. И даже после завтрашней, чтобы порепетировать все, отрепетировать как следует. Три песни у меня, которые просто я очень плохо их знаю. Но я хочу безыграть, поэтому буду репетировать. Ладно, пошел работать дальше. Оу, я наступил на этот шарик, на ее... Друзья, я поработал, но еще не до конца мне еще надо поработать. Короче, я, между прочим, алистский компас в воде, чтобы ты... Я думаю, надо опять чертить. Чертить, чертить водопровод. Давай, рассказывай, что ты сейчас собираешься делать. Я буду делать конфеты. Конфеты, которые без сахара. Детические. Да, детические. Это, конечно, мама нам посвятила. Точнее, тетя вообще из Минска. Изначально. То есть, мамина сестра. Да, они, ну, вообще, мне кажется, они дико полезные. Мама их постоянно делает. А я постоянно их ем. Ну, давай, рассказывай, что нужно. В общем, нужны финики. Я уже финики просто отделила от косточек, поэтому они не очень аппетитно выглядят. Да, как будто, не знаю, тараканы мадагаскарские. Да, кому интересно, тут 300 грамм фиников должно быть, потом 200 грамм семечек. Отчищенных. Отчищенных, они уже высушенные, поджаренные, можно так сказать. Нет, не поджаренные, высушенные. И 3 столовые ложки какао. Какао, какао, простой российский. Кстати, еще не найдешь такой в магазине. И блендер. Да, ну и блендер. В принципе, я все делала на глаз, потому что мы уже упаковали наши весы. И я не могу ничего правильно отмерить. Поэтому это все примерно. Но вам, я бы сказала правильно, 300 грамм фиников, 200 грамм семечек и 3 столовые ложки какао. Просто тупо в блендере это все смешиваете. А в воду? Ну, в воду это... А, кстати. Подождите минутку. Еще же кокосовая стружка. Кокосовая стружка, да. Ну, это по вкусу как бы, грубо говоря. В общем, просто это все зависит от того, какие финики. Сухие или бывают такие прям свежие-присвежие. То есть нужно какой-то консистенции добиться, примерно? Да, сначала нужно в блендере сбить финики, получится такая однородная. Погнали вообще. Что рассказывать? Давай, делай. Показывать? Конечно. Музыка. Музыка. Теперь мы спаем какао. Какаву? Да, и это тупо нужно перемешать, но придется добавить немного воды, потому что оно дико твердое. И самое противное, что вот эта вся масса будет под ногти забиваться. Оооо, как пластилин в детстве. Да, поэтому лучше, у кого есть пульс, там, или все, что-нибудь лучше это все снять. Музыка. Короче, просто делаем шарик, вот такой маленький, ну как удобно. Как удобно есть потом. Да, как удобно есть. Угу. И обмакиваем в кокосовой стружке. Все, конфетка готова. А буду в морозилку, там, буквально час надувать, а потом в холодильнике ходить. Ммм. А кушать когда? Кушать? Часа через полтора. Ооо, котейка, ты рада? Самасшедшая кошка. И последнее. Диетические конфеты от Алиски. Алиска? Не от меня. Ну, сегодня от тебя. Алиска села чертить, а я сел писать. Буду записывать. Ну, попробую хотя бы что-то записать в таком полуакустике какой-то. Да блин. А, все нормально. Думал, я увеличу. Хотела сказать, что если вы вдруг будете такие конфеты делать, рядом тарелочку с водой поставьте, чтобы мокрыми руками все это делать. Потому что много проще мокрыми руками. Ну, так же, как и суши. Иначе потом это все на руках остается. Попробуем, расскажем вам, насколько они какие получились потом. А тебе пробовать, мы так глянем. Ну, я так, я-то у мамы не особо сильно их пробовал. Вот. Погнали. Короче, друзья, записал я гитары, записал я бас-гитару, даже барабаны в песне «Манит меня». Вот. Черновик когда-то я уже выкладывал на сайт, выкладывал еще ни ВКонтакте, ни на Ютубе еще нигде нету. Воу. Это я на грузовичок поставил камеру. А, сейчас, короче, буду записывать вокал для этой песни. Но дело в том, что эхо, чувствуете, не знаю, как пойдет, не пойдет, если не пойдет, то вокал... Ой, а что бы не пошел? Пойдем. Все у нас получится. Итак. AKG. Preception. Да. Ну-ка. Где звук? Где звук, товарищи? Звук пропал. А, выход-то не из микрофона. Вот. Сейчас, короче, все настрою. Выход. Выход идет через простую карту. Я не стал сейчас ставить это. Вокал запишу все равно так. Короче, посмотрим, что из этого выйдет. Если все удачнее, готов. Выложу. Месяцом над горизонтом Манит меня Ну все, чуваки, я записал, я записал. И мне самому очень даже понравилось. Гараж Бэнд все-таки, мать его, рулит. Рулит для тех, для таких, как я. Понимаете, мне многого не надо. В плане обработки музыки мне нужен компрессор, лимитер, гейн, ну чисто приподнять звук, эквалайзер, естественно. Все. Ну и панорама. Ну просто я реально, я не привередливый в музыке, правда. Это не то, что там... Хотя, наверное, вот я не привередлив из-за того, что я не хочу общаться со всякими звукорежиссерами и всем прочим. То есть не из-за того, что я плохо отношусь к звукорежиссерам, неправда. А лишь из-за того, что я плохо, наверное, контактирую, и мне проще, проще самому чего-то, что-то допереть, как-то понять и все сделать самому. Поэтому Гараж Бэнд, вот, блин, а за что только стоило купить Макбук. Первый альбом полностью на Гараж Бэнде записан, на iTunes, на Checkout, ищите Google Play, ищите, кто еще не приобрел, приобретайте. Пришел вечер, друзья, на улице просто дикий, 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 дикий снег, там метель жуткая. Потом, возможно, в окошко покажем вам, но с другой стороны, там просто более массивно все выглядит. Это классно. Ребят, конфетки. Уже практически все съели. Они просто шикарнейшие. Серьезно? Точно, говорит. Нет, нет, уже поздно. Нельзя. У меня нет, мне можно. Не поздно. У меня вообще нет такого понятия поздно. Лучше поздно, чем никогда. Вкусно, тем более, когда. Хлево. Ресепт запомнили? Делайте так же. Не калорийный абсолютно. Нет, ну в смысле, там нет шоколада. Ну. Ну, финики-то тоже калорийный. Ну, что там, я тебя умаяю. Ну, поменьше, чем шоколадный. Финик, финик, финик. Калории-то нормальные, там правильные калории. Семечки. Семечки вообще полезные, витамин Е и все-таки так. Ну, вот как-то так, друзья. Снег, а снег идет, а снег идет. И что-то ждет, а что-то не ждет. Крыши домов тоже в снегу. Вообще. Капец. Очень много снега, конечно, осадков. Прям как будто бы, не знаю, за месяц. Машина заметает. У меня последний рендер на сегодня. Я закончил работу. Сейчас 10.57. Алиска на заднем плане сидит, смотрит город хищниц. Очередную серию нового сезона. Вот. Я выпил сегодня, кстати, практически две бутылки вот таких по 0.6. Ну, помимо, это помимо чая утреннего, обеденного и вечернего. Так что жидкостей очень много. Аж в тубзик хочется. Друзья, завтра у нас что получается? Завтра у нас среда. И, наверное, завтра мы будем снимать свежие мульты. Что это такое? Вот стулка. А-а-а. Что-то не фокусируется твоя. У вас фокусировалась. Прикольно. Это где такая продается? Ну, там из Петлина, в конец. А, тут же у нас в Омске? Да. Прикольно. Но у меня-то круче. Она намного круче. Открыл, выпил, выбросил, если что. Вот. Ладно, друзья. Наверное, давайте прощаться. Может, сегодня уже ничего не будет. Никаких интересных штучек, дрючек. Постараемся, наверное, в следующей влоге подносить чем-нибудь. А то мы что-то совсем сдулись. Да? Так. Little. Немножко. Ну, блин, на работа, сами понимаете. Ну, от Мазон такой классический. Но работа, сами понимаете. На самом деле, все это фигня. Мы до этого работали еще хлеще. И снимали еще круче. А сейчас... Смотри ролик и снимали. Да нет, я кто... Это да, это не овации. Я про влоги. Я про влоги. То, что мы как-то раньше куда-то выезжали, а сейчас что-то совсем... Подзаленились. Так что постараемся... Занудные стали. Да занудные до ужаса. Вообще все дома и дома снимаем. Так что, друзья, мы постараемся. Мы знаем все. И все будем исправлять. Вот так что увидимся с вами завтра. Завтра же мы начнем и что-нибудь замутим. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Пишите свои комментарии. Присылайте свои пакеты к нам на мейл. Такой. CandlemanSobakaYandex.ru Да, вот он как бы на экране. Так что присылайте. И в своем видео, где вы делаете пакеты, оставляйте ссылку на свой канал. То есть я аннотации не делаю, потому что я так запариваюсь. Это все делают. Вот, поэтому оставляйте просто ссылку на экране. Кто хочет. Кто не хочет, может просто передать привет. И классическое пакет. Увидимся с вами завтра, кстати. Подписывайтесь на канал. Я ступил. Давай-ка. Пакета. Совсем разучились уже даже пакета делать. Что такое? Привет, Алиська. Привет, Майк. Пользуясь случаем, хочу рассказать немножко о себе. Меня зовут Миша. И 3 года назад я переехал жить в Москву. Если я вас заинтересовал, переходите на мой канал. Пакета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok